Министерство обороны Великобритании Валерий Ильич, добрый день. Добрый день. Ну, как-то так приятно вот слышать, да, что американцы, англичане и прочие негодяи называют твой родной город, где они топчут своим военным сапогом землю, задним двором России. С одной стороны, как бы обидно, а с другой стороны, ну, это и есть, получается, Россия, и они гордятся собаке тем, что проводят учения у нас на заднем дворе. Ты знаешь, нужно понимать, что такое учение. Для меня это, конечно, позор. Низость и оскорбление под названием Украина целой страны. Это плевок. Задний двор, ну, ты сам понимаешь, почему он называется задний двор. Даже переводить не надо. Одно дело, если шли учения всемирные, да, и Англия, и Россия была, и Италия, и Франция, и Белоруссия, все, вот все народы, и китайцы. Это еще да. Значит, внешний враг будет свне земного нашего шарика. Оберегать мир. Но когда явный агрессор зашел со спины, а в спину России ударила Украина, не понимая, что может произойти и какие проблемы могут произойти, не понимая, что Украину используют в грязных инсинуациях, это, конечно же, страшно. Украина не понимает, что пострадают, в первую очередь, мирные жители. А не дай бог. А не дай бог ракета упадет сама по себе. Обвинят же Россию. Ведь мы все помним, сколько учений в Соединенных Штатах проходило, или где там они летали, назовем так, как с бомболюков выпадали бомбы, и они их искали. Ну, хорошо, что они не взрывали. А не дай бог взорвется. А теперь ты представь себе, какая доля цены проведения этих учений Украины. Голая, нищая, без трусов. Ну, Европа ж не дала дырявые трусики Украине. Да? Сегодня бедность превалирует. Смертность превалирует. Ну, и так далее, и так далее. Хаос, бандитизм. Это ж надо столько этих танков, бронетранспортеров заправить. Неужели эти деньги нельзя в мирное русло? При такой ситуации, как коронавирус, в Украине просто косит. Больницы переполнены. Видеоматериалы идут оттуда страшные. С больниц уходят доктора. Это ж настолько надо быть шизофрениками такими. Дебилоидами. Больше я их никак не назову. Ну, мне страшно смотреть, да? Особенно представь себе, мать героя, Стелла, да? Она в Киеве стоит. И над ней пролетают оккупационные войска американские. Ведь фактически это произошла оккупация. Фактически, давай прямо говорить, России объявлена война. Она сегодня как бы гибридная называется. Но фактически это так. А используют именно, как пушечное мясо, именно Украину. И это страшно. Пусть это не сегодня произойдет. Но это завтра произойдет. Американцы-то называют Россию оккупантами. А Украину-то на сегодняшний день заставляют как говорить. Вот тебе и вопрос. Алексей Валерьевич, интересная штука. С одной стороны, посольство США не по официальным каналам, а просто в мессенджерах сообщает. Дорогие киевляне, не волнуйтесь, помашите ручкой. Сегодня над вашим мегаполисом будут летать американские вот эти вот непонятные штуки страшные, опасные. Прямо как из фильмов типа День независимости, когда инопланетяне там над столицами разных городов. И в это же время, в это же время, слуги народа в Верховную Раду вносят пропозицию запретить отрицание российской оккупации и привлекать к уголовной ответственности любого гражданина Украины, который не согласен с тем, что Россия оккупировала часть Украины. То есть вот американская посольство постфактум уведомляет, хохлы, над вами будут летать наши тяжелые бомбардировщики имитировать атаку на Россию ракетной бомбовую. Вы не волнуйтесь, помашите им ручкой. А хохлы говорят, да, это круто, зато русские агрессоры, русские на нас напали. Слушай, вот в головах, что у людей, которые пытаются даже внести в сессию Верховного Совета Украины, такие вопросы. Ведь последний уже, наверное, Рагуль все прекрасно понимает, что с его страной произошло. Ну, ты понимаешь, что касается русского языка, ты знаешь, что с первого числа все уже, русских школ нет, да? Теперь, получается, у нас осталось последнее добить, выбить русский язык с его общения. Я тебе хочу сказать, не получится у них этого, и пусть даже не дадеются, чтобы они там не делали. Конечно же, обратно очень много людей пострадает, и этот закон, я думаю, крынут, а не его. То есть будем говорить, они еще на чуде. Но это же именно то, о чем я говорю, что это и есть азы подготовления непосредственно Украины к агрессивным действиям к своему соседу. Украина становится самым настоящим агрессором за зеленые бабки. А то, что касается, помашите спасителям американцам, типа, вот смотрите, пролетают эти самолеты, да? Ну, это называется унижение. Это фактически, извини, грубо было сказано американским посольством. Вытащите свой язык и полежите кое-где. Вот это и называется. Это страшно. Алексей Валерьевич, все это происходит в 2020 году, но когда-то, в 2013-2014 на Украине еще была нормальная власть, нормальная страна, нормальная служба безопасности и армия. И вот тогда эти силовики, всякие прочие, стояли и смотрели, не получая приказа от власти, на то, как светлолицы, добрые, веселые, проевропейские, демократические ребята переворачивают собственную страну. И вот я прочитал вчера твое обращение к Себрам, к братьям белорусам, а в Беларуси-то именно сейчас происходит подобное событие. И вот я смотрю, как силовики, сцепив зубы, держатся, терпят. И я одного не понимаю, где нормальные белорусы, которые видели, во что змогары, вот эти вот нехтонианцы превратили в свое время Украину. Где эти нормальные белорусы? Почему они не ловят в подворотне и не сворачивают этим петушкам шейки? Потому что если потерпеть еще немножко, помолчать, не выйти, то завтра ведь кирдык будет в стране, будет Украина в Беларуси. Или же все-таки простой народ белорусский смотрит и видит в своих силовиках надежный щит, надежную защиту. Ты понимаешь, я тебе так хочу сказать. Конечно, мне обидно, что сегодня большая часть, которая отдала голоса свои за Лукашенко, за стабильность, за мир и за, будем говорить, дружеские отношения с Россией, сегодня молчит. Я, конечно, хочу, чтобы белорусы, здравомыслящие, задумались, не надо петушкам ломать головы, но надо этих петушков держать дома и начать воспитывать и рассказывать, чем это закончится для Белоруссии, если они пойдут на так называемые эти майданчики. Это закончится очень плохо. Конечно же, ты прав, что большая часть населения надеется все-таки на силовиков, на силу президента, на сильную власть, надеется, что они защитят. Но это плохо. Это плохо, если народ не проявляет инициативу и не защищает свою страну. Вы вспомните Великую Отечественную войну. Народ же поднялся защищать на сегодняшний день границу, да? Так здесь это то же самое. Граница, рубеж. Рубеж вашей страны. И если вы ее сегодня не защитите, но у вас будет та же самая резня, у вас будет та же самая война, только, понимаешь, если Украина еще как-то благодаря России и усилиям и действиям, она еще в этих границах сохранилась и вмешивается как бы разными видами и формами, политическими, экономическими и так далее, то Белоруссия просто исчезнет, поверь мне, и очень быстро, и мгновенно. А ведь схемы вносятся туда очень такие коварные, страшные, подлые и все остальное. На самом-то деле Белоруссия нужна, как и Украина, для того, чтобы сегодня она была враждебно настроена против России. Вот и все. И будут с ней то же самое делать, что и с Украиной. Только это страшно. Ведь если, не дай бог, сегодня в Белоруссии произойдет тот же самый сценарий, а в Белоруссии есть более радикальное общество, там есть нацики, смесь бульдога с носором, с поляками. Ты представь себе, какая себе резня начнется. То есть они не понимают, что может произойти повторение истории. И это страшно. Но об этом-то мало говорит. Ты затронул мое обращение. Я обратился с сопереживанием, с сочувствием то, что происходит. Я говорю, ребят, выпускайте нас в эфир. Показывайте. Вот я пережил все, видел своими глазами. И сегодня я не в уделе, как говорится. Потенциал есть. Я хочу донести правду, что произошло в Украине. Мне обидно, что и в России не работают с такими, как я. Мало. А проводят всяких на телевидении петухов неадекватных. Либералов, демократов непонятных. Которые рассказывают всякую грязь, всякую непылицу, вранье рассказывают. И что вы хотите, чтобы после этого молодежь, будем говорить, воспринимала нас правильно, как адекватных людей? Да меня будут воспринимать адекватным. А того, которого вывели, приглашая этих бубуинов из Украины, страшно смотреть на этих бубуинов. Потом будем говорить, почему не развивать мою идеологию, мое стремление? Почему таких, как я, таких, как ты, других не объединять? Значит, финансировать проект. Почему сегодня мы не создаем тот же самый кабинет министров? Вот взять того же самого Азарова, нагнуть старый, не старый, а сказать. Ребят, вы виноваты. Собирайтесь. Собирайте свой кабинет министров изгнаний. Собирайте своих людей. Собирайте актив. Строите непосредственно тот орган, на который будут смотреть. Неужели вы не понимаете, что в Украине уже не будет той политической элиты, которая бы могла на сегодняшний момент что-то делать? Такое самое может произойти и в Беларуси. Вот этого нельзя допустить в Беларуси. И Россия костями должна лечь и не допустить этого. Понимаешь? Вот это мое мнение. Чем дальше, тем больше понятно, что Украина оккупировала. А вспомни даже Польшу, когда в Лондон убежали те, кто не смог защищать эту страну. И там в Лондоне правительство в изгнании создавали. И потом пытались с советским правительством даже бодаться, когда Красная Армия освободила Польшу. Поэтому я больше чем уверен, что и Николай Янович Азаров, и наш с тобой товарищ Владимир Николаевич Олейник, и ты, и десятки других людей, вынужденно уехавших из Украины, могли бы создать правительство в изгнании, которое, ну вот Тихановская есть, сидит у нее белорусский дом в Варшаве. Значит, надо делать украинский дом в Москве и оттуда вещать и бить. Не оправдываться, не отбиваться от атак врага, а вести контрнаступление. Не только, Сережа, вещать, но и нужно финансировать проекты в Украине, которые будут разрушать оккупационные действия нашими врагами. На этом ставим многоточие. Валерий, как всегда, четко, конкретно, ясно и по полочкам. Главное, чтобы услышали глаз вопиющего в пустыне Алексея Журавка. Удачи тебе и до встречи. Итак, Алексей Журавка был нашим собеседником в этом выпуске. Ну, а мы через несколько минут вернемся и продолжим. Пока.